Валерий Седов В рязанских соцсетях снова прошла информация о питбулях-убийцах. Бесконтрольные псы в очередной раз совершили нападение на соседских собак. На этот раз пострадавшие животные остались живы, однако получили множественные травмы. Все произошло в частном секторе на улице Мервинской. Местные жители возмущены происходящим и напуганы. Но неожиданно кровожадные питбули пропали. Анна Герцовская пошла по следу. Частный сектор на улице Мервинская превратился для местных жителей в зону страха. В августе этого года мы рассказывали о том, как здесь два питбуля загрызли насмерть соседскую собаку. Тогда пострадавшие неоднократно обращались в полицию. Но хозяева питбулей продолжали отпускать двух бойцовских собак на самовыгул. Ну, 11 числа приходили вот этого месяца, приходили из администрации города, вручили ему уведомления, чтобы он правильно содержал собак. Ну и 16 числа он опять выпустил собак своих на самовыгул. И они бегали, тут бегали, перепрыгнули через мой забор на мою территорию и напали на моих собак. Кобель ягодтерьера получил глубокие рваные раны и потерял много крови. Муж Анжелики отогнал питбули веслом, но те не успокоились и напали на дворняжку другого соседа. Ну и летят на меня. Ну, единственное, что я мог сделать, достать газовый баллончик, как бы, приснуть. Тут вот эта вот собака, то есть моя, влетела мне, как бы, на защиту. Вот. И они ее начали драть, то есть они ее погнали в ту сторону и, как бы, начали убивать. Дворняга Бим выжил, однако теперь его глаз не видят, шея и ухо разорваны. Питбули же рванули дальше по улице. С тех пор их никто не видел. По предположению соседей, сейчас в Питбули нет дома. В тот раз они лаяли. Хозяйку Питбули зовут Мария Бокарева. На Мервинской живет ее сожитель, у которого и содержались собаки последние полтора года. Как предположили местные, после недавних событий Мария могла отвезти собак на свою квартиру на девятой линии. Мы поехали туда, и местная председатель ТСЖ сказала, что лай слышен только от соседских спаниелей. Нет, она не живет. Уже год, как они не живут. Потому что были жалобы, что собаки, когда оставались одни, они выли. Но они правда выли, это можно было слышать несколько этажам. И после этого, я так понимаю, они приняли решение уехать в частный сектор. Из-за поднятой шумихи в соцсетях стало известно еще об одном нападении Питбулей, которое произошло при большом количестве свидетелей на выставке собак. О происшествии Анжелике рассказали очевидцы и предоставили фото погибшей маленькой собаки. И эту собачку девочка держала на руках. И Питбулей вырвали из рук девочки. И тут же ее разодрали сразу насмерть. Хозяйка собак не видит в случившихся фактов ничего предосудительного. О последних двух нападениях мало что знает. А уже двоих собак они покусали? Ну, вообще замечательно. Вот летом они загрызли собаку соседскую. Ну, а в чем проблема-то? Дело в том, что они кусают других собак и загрызают нас. И что? И что? Людей они покусали? Это нормально. Вот. И что? Что нормально вы считаете? То, что они нападают на других собак? Ну, конечно. Потому что они нападают на этих собак, которые, типа, вот они бегают. Шавки, вот эти ванничьи. Вот. Они на них нападают. Ваши собаки перепрыгнули через забор. Ваши соседки Анжелики напротив. И самостоятельно туда попали. Это не шавки. Они напали на домашних собак. Ну, домашних, да. Потому что они мают. Они мают, типа, они вынуждают. По поводу нападения на людей у жителей Мервинской есть свои опасения. По этой причине они выходят на улицу с осторожностью. Завтра может быть это не собака. Это завтра может быть ребенок. Это может быть маленький ребенок с маленькой собачкой, который начнет эту собачку защищать, схватит ее. А эти просто, да и собаки, просто кинутся и будут убивать и собаку. И, соответственно, ребенок будет защищать собаку, а не будут убивать ребенка. Вот и все. Сожителя, владелица Питбулли, местные характеризуют не в лучшую сторону из-за его образа жизни. Нам удалось поговорить с хозяином агрессивных псов. Показалось, был навеселе. Они пропали. Каким образом? Это у вас надо спросить, каким образом. Ну как, если они постоянно в наморднике и на поводке, как они могли пропасть? Ну как, вот, женщина уходит из семьи и все, и ушла. Также и собаки ушли без намордники, без поводка, и ушли. Как еще вам объяснить? Мое предположение, что их убили. Может, потому что они грызут других собак? Ну, слава богу, хоть избавили. Это поселок Дворохович. Где находится Питбулли в данный момент, пока не ясно. Это пугает местных жителей. Они уже обратились не только в полицию, но и в отдел по защите прав человека. Впереди обращение в суд. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Пили, поспорили, подрались. Банальная и порядком поднадоевшая схема в очередной раз привела к убийству. Все подробности далее. Эта история вполне банальная. Двое друзей, как водится, сидели, выпивали, и слово за слово дошло до спора. Камнем преткновения стали женщины. Об этом уже потом рассказали следователи. К делу они подключились не случайно. В ходе ссоры самый импульсивный из мужчин, 33-летний житель Пронского района, схватился, предположительно, за нож и несколько раз ударил своего собутыльника. Бывшего друга он так и оставил умирать на территории одной из местных ферм. Труп обнарушили 18 ноября. Убийцу нашли за 4 дня. Подозреваемый в совершении преступления, житель районного поселка Пронска, 1988 года рождения, задержан и на основании ходатайства следователя заключен под стражу. По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается. Статья, которую вменяют мужчине, 105-я часть первая. Максимальный срок – 15 лет лишения свободы. И вот теперь вопрос, удары ножом – достаточно ли сильный аргумент в споре? Или же можно было обойтись лишь словесной дуэлью? Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». А вот еще один рязанец никого не убивал, но уже получил свой приговор. Мужчина попытался угнать чужое авто, но водитель просто забыл достать ключи из замка зажигания. В начале августа подсудимый, находясь на одной из улиц в центре города, заметил, что водитель автомобиля покинул салон, оставив окна открытыми, двигатель запущенным, а ключ – в замке зажигания. В этот момент подсудимый решил воспользоваться транспортным средством, оставленным без присмотра, и совершить на нем поездку в личных целях. Подойдя к автомобилю, он открыл незапертую хозяином дверь и, сев за руль, уехал с места происшествия. В ходе судебного заседания подсудимый не оспаривал факты неправомерного завладения транспортным средством, признав свою вину. Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы, условно, с испытательным сроком – два года. Жители Рязанской области все больше вкладывают в недвижимость. За 9 месяцев этого года они оформили почти 11 тысячи потечных кредитов, рост около 10%. Объем кредитования за год вырос на четверть. С января по сентябрь банки предоставили рязанцам для покупки жилья 24,5 миллиарда рублей. На 1 октября 2021 года жители региона были должны банкам чуть больше 75 миллиардов рублей. Впрочем, доля просроченной задолженности снижается. Как сообщает Банк России, сегодня коммерческий сектор реагирует на последовательное повышение Банком России ключевой ставки и постепенно меняет условия для заемщиков. Кроме того, в августе были повышены надбавки коэффициентам риска по ипотечным кредитам. С первоначальным взносом меньше 20%. Обслуживание таких кредитов банкам обходится дороже, поэтому они более тщательно стали подходить к оценке заемщика. За выходные в Рязанской области произошло 13 ДТП. Обошлось без погибших, но из пострадавших травмы получили 15 человек. Выходные для рязанских инспекторов ГИБДД выдались насыщенными. Больше 9 тысяч нарушений правил дорожного движения. Лада попала в кювет по причине вполне банальной. Водитель не справился с управлением. Повлияли на то погодные условия или невнимательность самого мужчины, это выясняют сотрудники госавтоинспекции. Пострадавшие в ДТП водитель и его пассажирка обратились за медицинской помощью. И это не единственная авария за выходные. 20 ноября в Рязанском районе произошло ДТП с участием двух легковых транспортных средств. По предварительной информации, 29-летняя женщина, управляя автомобилем «Фольксваген», двигаясь со стороны города Ряжска в сторону областного центра, не справилась с рулевым управлением в результате неправильно выбранного скоростного режима, совершила столкновение с автомобилем «Ниссан». В результате ДТП женщине-водителю понадобилась медицинская помощь. В тот же день, 20 ноября, на нерегулируемом пешеходном переходе сбили мужчину. Его доставили в больницу. Сотрудники госавтоинспекции выступили с важным заявлением для всех автовладельцев. Госавтоинспекция обращает внимание водителям. С учетом постоянных изменений в погоде, необходимо быть очень внимательными на дорогах при управлении транспортным средством, соблюдать скоростной режим, боковой интервал и дистанцию. Пешеходам также не нужно терять бдительность. При экстренной остановке тормозной путь автомобиля увеличивается и риск попасть в аварию становится выше. В разы. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. Руководство РНПК показало работу очистных сооружений. От момента приемки стоков до выпуска чистой воды в реку Листвянка. За качество воздуха, воды и почвы отвечает собственная экологическая лаборатория нефтеперерабатывающего завода. Биологические очистные сооружения Рязанской нефтеперерабатывающей компании – самый важный системообразующий объект гигиены Рязани. Именно здесь фильтруют и обеззараживают канализационные воды населения города и всех промышленных предприятий города. На входе, на очистные и выходе качество воздуха, воды и почвы контролирует собственная экологическая лаборатория предприятия. Для проведения анализа используется специальное оборудование для мотостата, в котором поддерживается заданная температура необходимая для экологии 25 плюс-минус 1 градус. Оперативный отбор проб выполняют передвижные лаборатории. К примеру, пробу воздуха при помощи шприца загоняет специальный аппарат, который выдает все параметры. Полученные данные заносят в журнал с указанием даты и времени для отчетов госоргана и госфонд. Очищенные источные воды на выпуске соответствуют всем нормативам по безопасности для здоровья населения. Важный нюанс. Из всего объема принимаемых на очистку вод 85% бытовые промышленные стоки Рязани, Турлатовского поселения и других промышленных предприятий города. Собственных стоков у нефтеперерабатывающего завода всегда не более 15%. Время очистки канализационных вод 12 часов. Фильтрацию ведут в три этапа и уже на первом механическом заметно пренебрежение горожан, сбрасывающих канализацию продукты жизнедеятельности. Далее очистка стоков ведется поэтапно через аэротенки с активным илом. Заканчивается, прежде чем их сбросят в водоем, обработкой ультрафиолетом. Установка биологической очистки рассчитана на прием и очистку 320 тысяч кубических метров в сутки. Поступление сточных вод зависит от нагрузки со стороны населения. За прошлые сутки к нам поступило порядка 194 тысяч кубических метров, которые были приняты, очищены и, соответственно, выпущены в речку Леслянка. На поддержание и развитие такого важного для города экологического объекта нефтезавод ежегодно вкладывает около 800 миллионов собственных средств. За последние годы ввели в действие блок обработки осадков, установку ультрафиолетового обеззараживания, появился единый центр экологических исследований. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!